Совхоз Североморец в поселке Щукозеро был основан в 1967 году. А уже спустя два года, благодаря стараниям Клавдии Даниловой, для первых читателей распахнула свои двери библиотека. Отгремела былая слава совхоза, а библиотека живет и привлекает все новых и новых читателей. Хочется сказать, что благодаря тому, что есть библиотека, есть работники библиотеки, есть очаг культуры, во многом, наверное, благодаря этому. И вот про поселок, можно сказать, что в поселке есть оплота, который зацепился. И я верю, что потихоньку, а может быть, и побыстрее упадет вперед, и порядок, и была такая слава поселка. Конечно, без совхоза это будет сложно сделать, видимо. Ну, я думаю, что время подскажет выход, как поселок, еще раз говорю, оттолкнется и вернется к тому состоянию. И пускай не в том виде, не в том размахе, не в том рассвете, но все равно вернется, останется и будет тем поселком, который мы знаем, помним, любим. Я желаю, чтобы библиотека работала дальше, чтобы все у вас получалось, чтобы жители радовались, приходили сюда. Наверное, это главное. Ну, и от Совета депутатов, позвольте мне вручить благодарственное письмо коллективу Щуковерской сельской библиотеки. И поздравить вас с праздником. Спасибо. Слова благодарности всей библиотечной системе. Ольга Анатольевна, огромное спасибо вам за то, что в какую бы библиотеку мы ни зашли, неважно, центральная она или это сельская библиотека, она уютна, она красива, она хороша. Мы этому очень счастливы и рады. Спасибо вам за то, что вы сохраняете это богатство. Русская пословица говорит «мал золотник, да дорог». Вот это как раз применительно к нашей библиотеке. Она такая маленькая, вроде бы, на первый взгляд, но очень уютненькая. И самое главное, она же мчужинка в составе нашей библиотечной системы. Что хочется пожелать? Конечно, доброго пути нашему учреждению, доброго пути, здоровья, чтобы мы ни в коем случае не закрывались, а только оставались, потому что иначе здесь просто уже ничего не будет. Поэтому я думаю, что значение учреждения очень великое, поэтому поздравляю, особенно население поселка с этим юбилеем. 50 лет – это слишком маленький срок. Я надеюсь, библиотека просуществует гораздо больше этого. Хочу пожелать коллективу творческих успехов в первую очередь. Ну, я сравниваю. Вот помню, в детстве идешь в библиотеку, ну что, сидит библиотекарь, мне нужна такая-то книжка. Получил, расписался, ушел. Чуть стал постарше, еще читальным залом надо было пользоваться. А сейчас заходишь в наши библиотеки. Библиотеки – компьютеры, мониторы, принтеры, факсы, различные возможности, которых раньше просто и мечтать не приходилось. Поэтому книжный фонд я пополнять не буду, а подарю библиотеки, как это, блютуз-аудиоколонка для проведения мероприятий в новом современном формате. Действительно, Щукозерская библиотека – это не просто дом с книгами, это культурно-просветительский центр. Сюда приходят целыми династиями не только за книгами, но и за советом, пообщаться, да просто приятно и с пользой провести время. Дамы за чашкой чая обсуждают последние писки моды, джентльмены советуются, какую резину лучше поставить на зиму, а детвора просто делают уроки в ожидании автобуса. И сегодня самые преданные юные читатели празднуют юбилей в любимом книжкином доме. Очень важно дать человека найти дорогу в библиотеку, причинить их знаниям в руку, выбирайте книгу как в руку. Почему и отчего к нам пришло веселье, ведь еще не Новый год и не новостей, но не зря нам сейчас весело с друзьями. Что у нас, что у нас, отгадайте сами. Слова у нас до важного самого, в привычку входят, как сеть интернета. Хотим сиять, заставить заново обыкновенное слово «библиотека». Библиотека – это не просто какое-то там здание, это новая станция, точка роста, высокой культуры и формирования. Хозяйничают в библиотеке всего две волшебницы. Они помогают найти среди десяти тысяч книг, где и любовные романы, и захватывающие детективы, и потрясающие фэнтези, ту самую, чтобы она пришлась по душе каждому из почти четырехсот читателей. Когда я была маленькая, мы приходили всегда к Клавдии Павловне помогать. Мы расставляли книги по алфавиту и равняли их. Нам так очень нравилось, и мы с подружкой всегда говорили, ой, это бы работать здесь в библиотеке. Потом, когда спустя 20 лет я пришла туда работать. Потом вспоминала, говорю, надо же, я так мечтала. Как знать, может и среди нынешних читателей есть будущий библиотекарь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!